И посмотрим, как они у нас классифицируются. Классифицируются они у нас в ГОСТе 31385 от 2016 года, в котором говорится очень важно, что устройство молниезащиты резервуаров должно быть запроектировано в составе проекта оборудования резервуара согласно требованиям действующих нормативных документов, которые мы вкратце посмотрели. Это документы и инструкции по молниезащите, и какие-то отраслевые нормативы. У некоторых организаций имеются свои нормативные документы, на которые они опираются при проектировании. Также тут говорится, что уровень и надежной защиты устанавливают в пределах от 0,9 до 0,99, в зависимости от типа резервуара, хранимого продукта и вместимости склада, то есть категории склада. Ну, соответственно, тут приведена табличка номер 17 из этого же ГОСТа 31385, где мы видим, собственно, какие у нас РВСы для горючих жидкостей имеются. Это РВС для ЛВЖ, то есть для легковоспламеняющихся жидкостей, РВС со стационарной крышкой и понтоном, это РВСП, РВСПК, РВС с плавающей крышкой и РВС для горючих жидкостей, для ГЖ. То есть мы видим, что в зависимости от категории склада нефти и нефтепродуктов, у нас для РВС, допустим, для легковоспламеняющих жидкостей может быть как первая, так и вторая категория, то есть если это, допустим, склад категории номер 3. Значит, тут важно отметить тот момент, что в данном ГОСТе есть также отсылка к действующим инструкциям, то есть ISO 153 и, соответственно, RD34, требования которых также необходимо учитывать при определении категории молниезащиты для данных объектов. Соответственно, более детально мы там поговорим уже, когда будет выполняться расчет конкретный, например. То есть там мы уже более детально это обсудим. Допустим, если речь идет о резервуарах для хранения пожарной воды, там еще чего-то, ну, невзрывоопасных продуктов, скажем так, жидкостей, то это, как правило, идет уже, классифицируется по третьей категории. Также мы знаем, что некоторые, ну, категорию молниезащиты можно также определить по категории взрывоопасности. То есть это те категории, которые прописаны у нас в ПУЭ. Это В1, В2 и так далее. Соответственно, при выборе категории молниезащиты необходимо учитывать все факторы, которые есть, которые указаны здесь, которые могут быть определены по ПУЭ либо требованием заказчика. И, соответственно, мы принимаем какие-то самые жесткие требования, как конструктивные, так и, ну, собственно, такие параметры, как надежность, ну, для того, чтобы у нас максимально защита выполнялась объектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова